Старец Захария, Схи Архимандрит Свято-Троица Сергиевой Лавры. Житие, подвиги, чудеса. «Надо уметь различать сны», — говаривал нам Архимандрит Захария. «Сны от Бога дают душе тишину и радость, возбуждают сердце к покаянию, уничтожают помыслы сомнения, тщеславие, возбуждают человека к ревностной борьбе с грехами. Истина же подтверждается фактами. Вот пример. Приснилась Захарии Лавра и поступление в нее. Правда, она подтвердилась словами старца Даниила и его благословением немедленно отправиться в Сергиеву Лавру. Старец Даниил и не знал о сне своего келейника, но ему самому одновременно с Захарией была открыта воля Божия о нем. И вот в самой Лавре Господь подтверждает опять свою волю словами старца Варнавы, который назвал Захарию лаврским монахом и благословил оставаться в Лавре. Когда у Захарии закралось сомнение, а вдруг Даниил примут его, отец Варнава прозорливо сказал, «Иди к воротам, там три начальника тебя уже ждут». И действительно, с его слов, наличие трех начальников, стоящих у ворот и охотное принятие Захарии в число братьев, троицы Сергиевой Лавры, окончательно и ясно, как день, выявило промысел Божий о местожительстве Захарии. Трудная жизнь началась для Захарии со дня поступления его в Лавру. Как бы на распятие, на крест пришел он сюда. Ни от кого из братьев не видел он сочувствия к себе, ни с кем не сходился. Захарий любил молитву по четкам, а четки от него отнимали. «Ты еще не пострижен», — говорили ему, — «а молишься, как монах». Душа Захарии рвалась к молитве, тосковала по ней. Он стал прятать четки в карман, чтобы не отобрали. Вскоре Захарий начал проходить различные послушания. Сперва пошел в хлебную, по 110 пудов в сутки выпекал. Так уставал, что и передать трудно, весь мокрый был от усталости. Две рубахи менял в день, спал только два часа в сутки. Спал в хлебной, не раздеваясь, на деревянной скамье. До принятия монашества Захарий прошел 20 видов послушания. Где только он не был, чего не терпел. В трапезной был, и панамарем, и свечником, и келейником, и трапезником. Все виды монастырских послушаний прошел, везде помучался. Когда же Захарий стал старцем, упоминая время своего послушничества, он всегда говорил «Слава и благодарение Господу за все! За все!» Весьма скоро после водворения Захарии в Лавру поступил туда же новый послушник из Киева. Ему тоже дали послушание в хлебной. Этот послушник оказался горьким пьяницей и вообще преступником. Напился он как-то до последней степени, идет по двору, качается, безобразничает, ругается из последних слов. Говорит братья Захарии «Смотри, твой хлебный послушник идет, пьян совсем, проводи его до келей!» Кроткий Захарий этот час начал исполнять приказание, как не тяжело было для него. С трудом втащил он потерявшего облик человеческий инока в его келью и положил на кровать за ширму. Исполнив приказание, войдя в келью, Захарий начал прислушиваться к своему сердцу, ибо с детства внимал ему, всецело отдавая свою волю и разум голосу Божию, говорящему в совести. Сердце и говорит послушнику «Ты на крюк закройся, да вынь ключ из двери!» Он так и сделал. Вдруг через некоторое время раздался страшный стук в дверь «Отворяй, а то дверь разобью!» Захарий молчал. Стучали все сильнее и сильнее. Наконец дверь расщепилась надвое, и к Захарии ввалился Федор, находясь в страшнейшей ярости. Он давно возненавидел юного инока за то, что не жил тот, как ему нравилось. О монастырской жизни он не переваривал. Как потом оказалось, Федор был беглый арестант. Живя в Киеве, под видом инока, убил там одного иеромонаха и убежал в Москву. Он был как бы в маске, умел скрываться, лгать и притворяться. Лавра приняла его, не имея никакого понятия о его прошлом. Когда Федор сломал дверь и увидел Захарию, то он, как дикий зверь, бросился на него, схватил за голову и начал колотить о пол, бить и топтать ногами. Кости Захарии так и хрустели, ребра сломались, живот он ему совсем смял, и в нем что-то оборвалось. Видев, что он еле жив, Федор обратился к нему с вопросом. «Что тебе, жизнь или смерть? Ну, крестись, что не будешь говорить начальникам. Целуй икону и поклянись», – озверелым голосом произнес убийца. Вдруг Захария почувствовал в себе ревность о правде. «Нет, не стану, не буду давать ложную клятву. Ты сам покайся и поцелуй икону, а я в церкви уже прикладывался к иконам». «А, вот как!» – вскричал преступник. Сел на Захарию верхом и ну с удвоенной силой топтать и бить его. Кровь хлынула у Захарии из горла, носа, ушей. Он весь был в ранах. Федор ударил Захарию бездыханного по нижней челюсти и с такой силой, что сшиб с места нижнюю челюсть. Но Господь не оставил своего избранника. Захария внезапно почувствовал в себе особую силу, кулаком вправил себе челюсть, схватил Федора, сбросил с себя и ну бежать, что есть силы. Выбежал во двор, не помня себя, все бежал, бежал, пока наконец совершенно не ослабел, потерял сознание и упал, обливаясь кровью. Это было в Рождество Христово. Наутро нашли Захарию, думали, что он мертв, но заметив признаки жизни, снесли в лазарет. 15 дней страдалец лежал без памяти. После этого злополучный Федор еще одного монаха убил, его увезли из лавры в тюрьму. После такого избиения 23-летний Захария потерял почти все зубы. И без того слабый здоровьем теперь он стал совсем немощным и никак не мог оправиться. Его определили на более легкое послушание в больницу. Там в лазарете лежало 12 человек. Захария чувствовал себя очень плохо и впервые захотел лечиться. У всех больных были лекарства и стал Захария, не разбираясь, пить по ложечке каждого лекарства от каждого больного. Как он не отравился, это удивительно. Захария все время чувствовал сильную боль в груди и в голове. Тело у него было все опухшее. За больными Захария ходил с великой любовью, все время творя непрестанную молитву. Здесь, в больнице, лежал скидский послушник. Когда ему сделалось очень плохо, его посадили на стул и больной предал дух свой Богу. Перед тем, как выносить мертвецкую, покойника положили на койку. Захария же, пораженный такой быстрой смертью послушника, начал молить Господа. «Господи, воскреси этого человека, тебе все возможно». В простоте сердца молился. «Воскреси его, Господи!» И вдруг послушник ожил, пошевельнулся и сказал «Сколько часов? А тебе сколько нужно?» «Все часы нужны». Пораженный, изумленный, стоял Захария, в голове звучали слова «Веруйте, чего и спросите у отца во имя мое, то сделаю, да прославится отец в сыне». Побежали сообщать доктору, что скидский послушник воскрес, но когда народ собрался вокруг адра, он снова почил. В этой же палате лежал маленький мальчик, очень беспокойный и люто страждающий. Как-то раз говорит Захария «Давайте читать по нем псалтирь». Начали читать, мальчик как бы просветлился весь, засмеялся, перекрестился и приставился. Узнали некоторые из злостно настроенных к Захарии лиц, что делается в больнице, и перевели его на другое послушание. Сначала опять в хлебную, потом опять в трапезную. Здоровье у Захарии не поправлялось, сильно был искалечен он Федором. Очень хотелось Захарии умереть, получив образ ангельский, то есть пострижение. Пошел он к отцу в Арнаве и сказал «Убил меня послушник, я умру, не дождусь пострига, постригите меня тайно в мантию». «Нет, не нужно тайно, — сказал старец, — явно будешь монахом. Запрещаю я тебе лечиться у докторов, пить лекарства, живи так. Болезнь сноси с благодарением, помощи проси лишь у Господа. Я же поручусь за тебя перед Богом, ты до ста лет проживешь. Будешь обращаться к докторам, не доживешь, раньше умрешь. Но ты не умрешь скоро, все получишь в свое время. И иродиаконом будешь, и иромонахом, и духовником всей братьи Лаврской». Захария начал свое послушание в трапезной. Здесь много работы было у него. Он как бы пред лицом Господа старался тщательно нести свое послушание. Как-то в трапезную вошел старичок, худенький такой, благообразный. Захария нес в это время груду тарелок и вилок. Увидев старичка, остановился, попросил у него благословения и накормил его. Юной душе Захарии особенно сродни были дела милосердия, которым с детства приучала его мать. Старичок сказал Захарии, «Тебе хорошо здесь на послушании, но готовься, тебя скоро потребуют на послушание к преподобному Сергию». И действительно, в 1875 году Захария получил новое послушание – стоять у раки преподобного Сергия. Нес это послушание три с половиной года. Захотелось Захарии и другие послушания пройти, и обратился он к преподобному Сергию – благослови и на других послушаниях потрудиться. Попросил преподобного и перевели его вскоре после этого свечником к трем мощам – святых Серапиона, Иосифа, Дионисия. Здесь он должен был продавать свечи, натирать полы, очищать песком раки угодников, во все время службы неотступно стоять у ящика. В 1879 году перевели нашего труженика в трапезную Пономарем. Почти 10 лет прошло с тех пор, как поселился Захария в Лавре. Многих из его сверстников давно постригли, горело сердце Захарии любовью к Господу. Ему тоже очень хотелось принять пострижение, чтобы в чине ангельском еще ревностнее всего себя отдать Богу. Да не возлюбили его многие из монахов. То время, в которое он жил в монастыре, было временем упадка подвижничества в духе монашеском. Некоторые были только с виду монахи, сами же жили совершенно мирской жизнью, заводили себе жен, ели мясо, копили деньги, не творили милостыни, молились только на показ, лишь устами, совершенно не ревновали о том, чтобы сподобиться получить монашеские добродетели. Трудились мало, а некоторые совсем стали тунеядцами. А о цели христианских подвигов и вообще христианской жизни, о стяжании Духа Святого в сердце своем совсем забыли. О Захарии так отзывались они. Как бы ты жил, Захария, как люди, так давно бы был монахом, а ты святошу какого-то из себя разыгрываешь, все время молишься, никуда не ходишь, людей к себе не принимаешь, кормишь их, даешь советы, тоже еще, ишь, какой нашелся. Захария твердо помнил слова своего старца отца Варнавы. И иродиаконом будешь, и иромонахом, и духовником всей братьей Лаврской. Сердце его всегда прилеплялось лишь к Господу, и всю надежду возлагал на него. Не надейся на князя и сыны человеческие, в них же не есть спасения. Проклят человек, надеющийся на человека, и благословен, уповающий на Господа. Блажен человек, отверзший всю надежду мирскую, и все упование свое, возложивший на Бога. Настроенное так сердце возносило горячие мольбы Господу и его причистой матери. Явление Пресвятой Троицы Захарии. Зосиме. Как-то раз стоял юный послушник в церкви, в которой находился чудотворный образ святителя Николая. Тот самый образ, который в 1603 году был ранен ядром. Все знают, что в эту годину в России обстреливали Лавру. Ядро пробило железную дверь и ударилось о щеку святого Николая, и отлетев от него, осколок попал в венец архангелу Михаилу. Венец отлетел, но и осколок исчез. Искали его потом, да так и не нашли. Неизвестно, куда он задевался. Стоял как-то раз Захария в этом храме, образа спасителя, и плакал, усиленно молился о том, чтобы Господь удостоил его принять монашеский чин. В это время по церкви шли два странника. Один очень старый, другой молодой, так лет 30 с чем-то. Они только что отстояли обедню. Молодой увидел Захарию, остановился и сказал, «Что ты скорбишь о монашестве? И в миру выше монахов бывают. Не скорби. И кроме того, у тебя есть надежда получить монашество». Захария пригласил к себе странников попить чайку. Они пришли. Захария поставил им угощение, они ни к чему почти не прикасались. Опять заговорили о монашестве. Захария просил странников пожить в лавре до его пострига. «Погостите, вы тогда имя мое узнаете». Молодой странник сказал, «Твое имя давно уже записано и лежит в книге». А Захария действительно все время думал о монашестве и задолго еще до того времени написал то имя, которое ему хотелось носить при постриге, а именно Зосима. Здесь и далее, где напечатано Зосима, имя Захарии. Следует читать Зосима, как писал и произносил сам старец Захария. Хотя написание Зосима и является более правильным. По богослужебным книгам. Примечание редактора. И положил это имя в Евангелие, тайно надеясь, что Господь услышит его желание и исполнит просьбу. Молодой странник, войдя в келью и не прикасаясь к вещам Захарии, уже знал все, даже и этот тайный его поступок. Когда ушли странники, Захария почувствовал что-то особенное. Что со мною делалось, не знаю, думал он. Вспоминая, как сидя между странниками, он горел, как в огне. Не передать того, что я ощущал. Уж не троица ли эта святая приходила ко мне? Отец, Сын и Дух Святой. Я никогда подобного не ощущал в сердце своем. Никогда такого горения, такой силы, какую сердце восприняло, когда были у меня. И когда сердце мое ощутило Духа Святого. Ну что я думаю, может быть это неправда, может быть это мое воображение. Как смею я так думать? Может быть это были простые странники, и это лишь показалось мне. То Дух Святой, исходящий с небес, лишь может дать ощутить себя человеку. Так думал скромный, кроткий юноша, очень осторожно, относящийся к видениям. Помня твердо, что враг часто искушает людей и этим. При малейшем воображении самомнении можно ошибиться и посчитать видение вражия за истинное. Впасть в самомнение, впасть в прелесть. О если бы они опять пришли ко мне, думал он, если бы мог я узнать, кто они, ангелы или люди. Я бы попросил Господа открыть мне о них. Если то ангелы, то пусть бы молодой странник, придя ко мне совершенно самостоятельно, без всякой на то моей просьбы, прочел бы что-либо из апостола, из Евангелия или из Псалтири, или меня бы заставил прочесть. И это было бы показателем того, что не простые это странники, а ангелы, посланные для вразумления и обращения к покаянию нас, грешных. Странники были у Захарии 27 февраля. Еще вспоминал Захария следующее. Молодой странник удивительно менялся в лице. В церкви он был такой видный, совсем не истощенный, скорее полный, а как пришел в келью, то лицо стало худое, даже изможденное. Наступила вторая половина марта. Опять увидел Захария тех же двух странников. Они стояли обеднюю и по окончании отправились к Иеродиакону. А у него в это время были гости. Он отдыхал, принять странников было неудобно. Иеродиакон знал, что Захария любил всех нищих, убогих, скорбящих и странников. Сообразил отослать их к нему. «Идите к отцу Захарии, он напоит вас чайком». Как только вошли странники к Захарии, молодой вынул из своей одежды книжечку и, раскрыв ее, велел Захарии прочесть послание апостола к римлянам. Глава первая. С первого по двадцать пятый стих включительно. Кончая словами «Благословен вовеки. Аминь». После прочтения апостола, странник заставил Захарию прочитать Евангелие от Иоанна, глава 14, 47, зачало, от первого до тридцать первого стиха включительно. Всю эту главу прочел Захарий, окончая словами «Встаньте, пойдем отсюда». Пока Захария читал, молодой странник обливался слезами. После прочтения Евангелия, странники спросили «Что это за большая книга лежит у тебя?» Это Псалтирь. Прочти-ка 90-й Псалом. Захария прочел этот изумительный Псалом и еще прочитал несколько Псалмов. О, если бы кто-нибудь, как следует, понимал, что значит Псалтирь. Почитай-ка еще толковую Псалтирь. С умилением сердца следил Захария за всем происходящим, чувствовал всей душой, что исполнилось его молитвенное воздыхание, что сам Господь утверждает, что странники эти от Бога, что это не воображение, не прелесть, а видение. Это чудо Божие. Во время чтения Псалтири Захария молился Божьей Матери, заступница усердная, Мать и Господа Вышнего, тропарь Казанской Божьей Матери. Эту умилительную молитву Божьей Матери от всего сердца возносил Захария мысленно про себя. Это внутреннее делание не укрылось от странника. Вот возносится моление Божьей Матери, ты в скорби был и взывал, и услышан был, и помилован. Странник сказал, брат, помяни меня через два года и три поклона положи, помяни меня через десять лет и три поклона положи, и через двадцать лет и три поклона положи. Не проживу я двадцать лет, возразил Захария, я больной. Странник ничего не ответил на эти слова и заговорил. Епископ, святитель, теперь не поймешь, а тогда поймешь. Вот что, братец, будет через два года. Города, губернии, Питер, а потом скоро-скоро назад вернешься. Будут у тебя три креста. Три креста. Вскоре после этого Захария получил рясофор с именем Зосимы. Через два года отец Зосима был послан в Петербург. Метрополитом и Аникием, который взял его к себе в качестве помощника. Здесь в церкви он увидел громадных размеров икону при Святой Троице. Он духом почувствовал ту благодать, которая озаряла его при посещении странников. Умиленный, он упал перед иконой Святой Троицы на колени и сотворил три поклона. Действительно, очень недолго пробыл отец Зосима в Петербурге. Он был очень скоро отослан назад, благодаря своей малограмотности. И исполнились слова странника. Через два года три поклончика положи. Через два года города, губернии, Питер и опять вернешься назад. Через десять лет отца Зосиму посвятили в Диакона и опять послали в Петербург. И снова увидел ту же икону Святой Троицы и положил перед нею три поклончика. А через двадцать лет в Москве, в Даниловском монастыре, в храме при Святой Троице, отцу Зосиму посвятили в Архимандриты. Посвящал его владыка Серафим Чичагов. Так-то исполнились сроки, назначенные странником. А три креста, о которых говорил странник, отец Зосима действительно получил. Первый царский, второй сенотский, а третий архимандритский. Прочтя апостола Евангелия и Псалтирь и предсказав Захарии сроки важнейших событий его жизни, странники собрались уходить. Молодой странник взял икону благословения старца Варнавы и благословил ею Захарию. После этого они стали невидимы. В третий раз молодой странник явился отцу Захарии один. В то время отец Захария находился в Килии вместе с одним монахом. Они только собрались подкрепиться трапезой. Молодой странник вошел через запертую дверь, благословил их, поцеловал. Отца Захария просил его вкусить с ним пищи, но взглянул на него ужаснулся. Молодой странник стал такой прозрачный, как солнце светлый, и сияющий невыразимой красотой, что словами не передать. Отец Захария и друг его монах увидели, что он стоит на облаках. Они затрепетали, пали ниц на колено, а он исчез из глаз их. О чудо! О величие Божие! И необъятность милосердия его! Да, дивны дела Твои, Господи! Бывали у Захарии тяжелые минуты, когда сердце его разрывалось от боли, когда помыслы, как черные вороны, врывались в его голову и поглощали его внутреннее «я». Но подвижник, вооруженный молитвой, как смелый воин, мужественно боролся с ними и не попадал под их иго. Трудно было отцу Захарии еще от того, что приходилось ему заботиться не только о меньших, но и больших себя. Был у него старец Николай, схимник Никонор, у которого он келейничал несколько лет. Захария заботился не только о внешнем благоустройстве келей и всех дел своего старца, но главным образом заботился о спасении души своего наставника, который имел несчастье копить деньги. Он с такой трогательной любовью умолял его раздать бедным свое имущество, что отец Николай смирился, раздал свои тысячи и все имеющиеся какие-нибудь ценности, вещи. Смирился духом отец Никонора и исповедовал своему келейнику отцу Захарии все свои грехи и помыслы, хотя в это время отец Захария был только послушником. «Не я тебе старец, а ты мне будь старцем», – часто говорил он. Отец Никонор почил в мире о Боге, порвал все земные привязанности по настоянию своего молодого старца-келейника отца Захарии. Чем больше преуспевал в добродетелях молодой Захария, тем больше вооружался на него враг рода человеческого, нападал на него через ненавидящих подвижничество людей. Субтитры создавал DimaTorzok